В эфире итоговая программа «Время говорить» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! И вначале коротко о главном. От военного искусства к детскому творчеству. Из бывшего дома офицеров в Дягилеве сделали школу искусств. Пять лет за гибель пяти курсантов. Всковский военный суд вынес приговор рязанскому офицеру. Бензин в России дорожать не будет. Рязань посетил один из руководителей ФАС России. Жители военного городка в Дягилеве празднуют. Там новую жизнь получил бывший гарнизонный дом офицеров. 10 сентября в Рязани состоялось торжественное открытие детской школы искусств номер 9. Еще недавно обгоревшее разрушенное здание не имело шанса на восстановление. Теперь здесь расположится и культурно-досуговый центр. На открытие побывала Ольга Харламова. В поселке Дягилево открыли новое здание детской школы искусств номер 9. Еще в 2014 году распоряжением администрации Рязани в ведомство детской школы было передано здание бывшего офицерского клуба. Находилось оно в полуразрушенном состоянии и было непригодно к эксплуатации. Выполнили капитальный ремонт. Теперь тут будут работать музыкальное, хореографическое и художественное отделение. Отмеряем с каждой стороны одинаковое расстояние и рисуем эллипсы. Это большой концертный зал и лишние площади, на которых мы можем увеличить контингент, расшириться. Открываем дизайнерское отделение на художественном отделении. В планах привлечения взрослого населения. Это прежде всего создание хора ветеранов, потому что очень далеко в город ездить. По просьбе мы организуем театральные студии и увеличение контингента, больший обхват детей района. Школа выглядит довольно уютно. Это единственное культурно-образовательное учреждение в поселке. Раньше детям негде было развивать свои таланты и заниматься искусством. Мы очень довольны. Школа хорошая, очень чистая, светлая, такая яркая. Как раз для детишек. Чтобы настроение у них было хорошее заниматься, чтобы оценки хорошие получали. Ну и приучайся к искусству прекрасному. Ребенок тоже доволен, да? Да, ей очень нравится. Да, Женюль? Да. Среди детей недовольных нет. Они готовились к открытию школы искусств. Обещают, что ходить на занятия будут с удовольствием. Меня Настя зовут. Как, ты довольна? Да. Я хочу тут учиться. Мне тут понравилось. Будешь хорошо стараться учиться? Да. Буду учиться на пятерке. Скоро в Дягилево построят и футбольный манеж с тренировочными полями. Так что будет место и для занятий спортом. А 1 ноября откроют поликлинику. Все необходимое оборудование для нее уже закуплено. На этой неделе получили развитие судебные дела двух офицеров Рязанского десантного училища. Один из них был признан виновным в гибели пяти курсантов ВДВ. Второй отпущен под подписку о невыезде. Подробнее об этом в сюжете Романа Дворецкого. Один из командиров признан виновным в ненадлежащем исполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе. В результате чего на полигоне Струги-Красное под Псковым погибли пять курсантов военного училища и сержант-контрактник. Суд приговорил его к пяти годам и двум месяцам заключения в колонии-поселении. Начальник полигона, на котором произошел взрыв, приговорен к восьми годам колонии общего режима. Вместе с ним приговорен к пяти годам и двум месяцам электрикооператор боевых машин БМД-2. Также Министерство обороны выплатит до двух миллионов семьям погибших военнослужащих. Также на этой неделе состояло заседание по делу экс-начальника 242-го учебного центра ВДВ. Олег Пономарев был обвинен в превышении должностных полномочий после обрушения казармы по стелке Степной 12 июля. Пономарев был арестован и помещен в следственный изолятор, а позже переведен под домашний арест. Обвинение настаивало на продлении домашнего ареста, под которым Олег Пономарев находился с 31 июля. Однако суд принял доводы защиты полковника и освободил его от данной меры пресечения. Пономарев может быть освобожден уже в это воскресенье, а уголовное дело передано в гарнизонный военный суд Москвы. Обломки рязанского самолета исследуют в Канаде. Как сообщает Псковское агентство информации, в настоящее время обломки самолета «Кодиак-100», принадлежащего рязанскому ООО «Апельсин», исследуются канадскими специалистами. Напомним, что в июле в Псковской области легкий моторный самолет спустя две минуты после взлета совершил жесткую посадку. Воздушное судно летело на рязанский аэродром «Крутицы». На борту находились пилоты-пассажир, двое мужчин 80-го и 78-го года рождения. Какие-либо повреждения они не получили. На место прибыли сотрудники скорой помощи, пострадавших осмотрели, от госпитализации они отказались. Следователи заинтересовало то, что, судя по бортовому номеру судна, машина была построена в 2013 году, а ее двигатель был произведен в Канаде. В 2014 году самолет был зарегистрирован в американском городе Форт-Лодердейл в штате Флорида. Авиационные сайты США сообщают о совершении этим самолетом внутренних рейсов, а недавно появилась информация о продаже самолета. Борт принадлежит рязанскому ООО «Апельсин». На данный момент проверяются действия сотрудника Росавиации. По предварительным данным самолет не получал разрешения на полет. И владелец воздушного судна, и пилот привлечены к административной ответственности. На этой неделе по всей стране вспоминали жертву блокадного Ленинграда. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска, несмотря на упорное сопротивление советской армии, отрезали Ленинград от всей страны. Именно с того момента начался отсчет почти 900-дневной блокады города. 900 дней и ночей. 74 года назад началась блокада Ленинграда. Сегодня в Рязани живет более 100 жителей блокадного города. И большинство из них собрались на Ленинградском кладбище, чтобы почтить память ушедших и возложить цветы к мемориалу. Те, кому удавалось вырваться из фашистской осады, разъезжались по всей стране. Рязань с 1941 по 1944 год приняла более 200 тысяч человек. Сообщение с Ленинградом поддерживалось только по воздуху и Ладожскому озеру. По его льду с огромным риском уезжали на многотонных машинах с перегрузом. Евгении Козловой было 14 лет, и те события запомнились ей на всю жизнь. Вы представляете, дорога жизни. Ехали, спасались. Они бомбили эту дорогу жизни, и наша машина уходила под лед. Мы чудом спаслись на этой дороге жизни. Мне очень хочется, чтобы никто не знал этих ужасов, какие выпали на нашу долю. Чтобы никто не знал, ни те, кто сейчас живут, ни те, кто будут жить. Потому что это такие страшные испытания. Когда дети за стенкой весь день кричат «хочу кушать». Это ужас. Те, кому удавалось вырваться из фашистской осады, разъезжались по всей стране. Рязань с 1941 по 1944 год приняла более 200 тысяч человек. Самые трудные месяцы вспоминает Елизавета Желякова. Она трудилась на кондитерской фабрике и говорит, что именно это спасло ее от голодной смерти. Было голодное время, в семье я жила тоже бедной, не хватало. Вот было, насушит сухариков моя сестра, положит ведерочко и поставит. А потом хватит и говорит, опять съели. Кто? Ну, приходится сознаваться, я хотела есть, достала, съела. Вот таким образом мы жили. Поэтому у меня зародилась мысль пойти туда, где можно поесть. И кондитерский комбинат. И вот я там работала до начала войны. И это меня спасло. Потому что когда началась война, я осталась у хлеба. У плохого, но у хлеба. Геннадий Соколов оказался в северной столице накануне окружения вместе с семьей. Мамой и сестрой. Он признается, что в своей памяти сохранил лишь некоторые особо трагические эпизоды. А целую картину восстанавливал по рассказам мамы и бабушки. Что я помню из блокады? Помню, труп перешагивал по лестнице. Мы жили на седьмом этаже. Вот помню, перешагиваем труп. Помню, бомбоубежище набито полностью людей. Там лампочка горит тусклая. Вот такие эпизоды отдельные. Помню, как бабушка из лебеды и крапивы пекла лепешки на глицерине. Вот до сих пор в глазах стоит, слюни текли. Сейчас, наверное, не попробовала лепешку черного цвета такого, потому что хотел съесть. Прошло уже 74 года. Но те 900 дней страха, страдания, непобедимые силы воли каждый блокадник помнит, как будто это было вчера. В наших силах не потерять эту память и передавать ее будущему поколению. Это были на самом деле тяжелые времена, когда люди умирали от голода, в холоде, в страдании. Это на самом деле очень ужасно. Это действительно нужно помнить, знать и представлять, что люди пережили, чтобы мы с вами сейчас обрели свободу. О таком ни в коем случае нельзя забывать. К новостям экономики. Прошедшая неделя выдалась богатой на открытие крупных промышленных объектов. Новые заводы в регионе открываются один за другим. Тем самым регион в полную силу осваивает программу импортозамещения, создает новые рабочие места и обеспечивает местный бюджет рентабельными налогоплательщиками. Подробнее об открытиях расскажет Оксана Тебенихина. Новый завод корпорации «Техно-Николь» был торжественно открыт 8 сентября. Новое производство будет заниматься непосредственно изготовлением инновационного теплоизоляционного материала «Пир». Это уникальная производственная линия, не имеющая аналогов во всем мире. Производственные мощности завода составляют 30 миллионов квадратных метров продукции в год. Открытие завода обеспечило около 50 рабочих мест. В дальнейшем теплоизоляцию «Пир» рязанского производства планируется вывести на зарубежный рынок. На следующий день, 9 сентября, в городе Рыбное состоялось открытие первого в России завода по производству высокопрочного крепежа. Запуск завода «Бервел» имеет большое значение для экономики и промышленности не только Рязанской области, но и России в целом. Ведь планируется, что выпускаемые заводом изделия обеспечат около 20% потребностей рынка в данной продукции. Стоит отметить, что при производстве продукции на этом заводе будут применяться новейшие способы металлообработки. Они обеспечат высочайшее качество изделий. Ну а в четверг в Рязани открыли новое производство дорожных мостовых ограждений. Профильный цех на заводе «Точинвест» запустил новую производственную линию по выпуску тросовых ограждений, которые обладают высокой удерживающей способностью, экологичностью, низкой себестоимостью. В этом и заключается инновационность проекта. Такие изделия могут быть востребованы не только на автомагистралях, но и на обычных дорогах. Цех способен обеспечивать не только местный рынок, но и другие регионы и даже страны СНГ. После выхода на проектную мощность предприятие будет выпускать 6 тысяч тонн ограждений в месяц. По данным рязанского Минпрома, в течение четырех лет завод получит налоговые льготы на более чем 42 миллиона. Поступление в бюджет области за этот период составит более 88 миллионов рублей. Бензин в России не должен дорожать. Объективных предпосылок для роста цен нет. Об этом в четверг в Рязани заявил замруководитель Федеральной антимонопольной службы Александр Кенев. Он приехал в регион, чтобы обсудить произошедшие ФАС-перемены. Теперь от Объединенной антимонопольной ведомства с этого года к ФАС присоединилась Федеральная служба по тарифам. Цель – совершенствование антимонопольного и тарифного регулирования. Рязань посетил заместителя и руководителя управления Федеральной антимонопольной службы Александр Кенев. В преддверии 25-летнего юбилея антимонопольному ведомству он вместе с руководителем регионального отделения Владимиром Луканцовым провел конференцию для Рязанской прессы, где подвел итоги деятельности ФАС и рассказал о последних изменениях в работе службы. Наш юбилейный год совпал с очень серьезными изменениями в структуре ФАС России. Именно в этом году президенты правительства доверили нам несколько новых, важнейших сфер ответственности. С января 2015 года Федеральная антимонопольная служба вместо упраздненного Рособоронзаказа отвечает за вопросы, связанные с исполнением государственного оборонного заказа, контролирует эту сферу, участвует в создании нормативных актов в этой области. Буквально полтора месяца назад президент и правительство Российской Федерации приняли еще более важное решение. Это решение связано с упразднением Федеральной службы по тарифам и передачей полномочий Федеральной службы по тарифам Федеральной антимонопольной службе. Александр Кенев, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что Рязанской области наряду с другими развивающимися регионами является сегодня конкурентоспособной. Также замруководителя ФАС рассказал о новых обязанностях, переданных в компетенцию ведомства, и о том, как в связи с этим регулируется работа в управлении. На днях вышло несколько документов правительства, связанных с нашей реорганизацией, связанных с ликвидацией Федеральной службы по тарифам. Председатель правительства разрешил немного увеличить количество заместителей у нашего руководителя службы. Но если их в службе по тарифам было шесть, то нам разрешили иметь три. Немного расширится наша штатная численность, но если в службе по тарифам было более 500 человек численности, то нам дадут гораздо меньше. Мы справимся, не первый раз. Мы ждем, что в Федеральную антимонопольную службу перейдут большая часть тех, кто профессионально и компетентно трудился в Федеральной службе по тарифам. Мы ждем молодежь. У нас очень большой конкурс. Александр Кенев прибыл в Рязань для того, чтобы подвести итоги совместной работы ФАС с органами внутренних дел. Он рассказал, что взаимодействие между ведомствами налажено грамотно и конструктивно. И проблемы нарушения антимонопольного законодательства, в частности в Рязанской области, решаются своевременно. А также ведется и совместная профилактическая работа. Еще одна пресс-конференция состоялась в пятницу в региональном управлении ГИБДД. Начиная с 1 июля этого года вступили в законную силу изменения в правилах дорожного движения, согласно которым водители, попавшие в дорожно-транспортные происшествия, обязаны самостоятельно выполнить комплекс действий, необходимых при оформлении Европротокола ДТП, без вызова сотрудников автоинспекции. Новый закон значительно упрощает процедуру оформления происшествий. В действительности новый закон направлен на то, чтобы максимально облегчить жизнь автомобилистов. Только вот граждане пока таким новшествам не доверяют. И по-прежнему в случае самых незначительных аварий на дороге продолжают вызывать на место автоинспекторов. С целью информирования населения в управлении ГИБДД прошла пресс-конференция с участием представителей городских страховых агентств. Справка осталась неизменная. Она выдается органами госинспекции после дорожного происшествия. Соответственно, если ДТП оформлялась без участия сотрудников полиции, вы потом, если вам не хватает справки, прибываете в органы госинспекции, где после соответствующей процедуры справочка вам выдается на руки, и вы в дальнейшем предоставляете ее уже по месту требования страховую компанию. То есть она форма не изменилась, порядок ее получения тоже самое не изменился. Стоит отметить, что самостоятельно оформить ДТП граждане смогут лишь в том случае, если сумма ущерба не будет превышать 50 тысяч рублей. Ну а компенсация будет выплачена пострадавшей стороне по полису ОСАГО. Если между участниками ДТП отсутствует разногласие, ущерб составляет менее 50 тысяч, водители в этих... должны при составлении Европротокола следующие правила учитывать. Они обязаны осуществить фото-видеофиксацию данного дорожно-транспортного происшествия. То есть это снимки как общего плана, так и детально, где должны отражаться повреждениям транспортных средств государственной инвестиционной знаки. После чего при составлении Европротокола схематично зарисовать, как расположены данные транспортные средства, и с привязкой к местности, именно к юридическому адресу. После чего самостоятельно обратиться в страховую компанию для возмещения ущерба. Пока, конечно, эта работа до конца не налажена. Практики еще недостаточно. И лишь благодаря отзывчивости и пониманию граждан в скором времени на дорогах города из-за незначительных ДТП пробок станет меньше. 10 сентября произошла страшная авария в Рыбновском районе. На 174-м километре трассы М5, в момент, когда «Жигули» поворачивали на Ходынинские дворики, в машину врезалась иномарка. В итоге столкновение ваз загорелся, шофер не смог покинуть машину и погиб. Оба автомобиля двигались со стороны Москвы. Несоблюдение скоростного режима как основная причина аварии на дорогах – таковы печальные наблюдения инспекторов ГИБДД. Бытует мнение, что камеры вдоль дорог установлены, чтобы собирать деньги с неразивых автомобилистов. Но статистика говорит об обратном. Ведь даже штрафные санкции не пугают любителей высокой скорости. Автолюбители уже заметили увеличение количества предупреждающих рисунков на дорогах города. Но некоторые водители то ли не замечают их, то ли игнорируют. Как итог, за 8 месяцев этого года вынесено почти 200 тысяч постановлений о нарушениях на общую сумму более 122 миллионов рублей. В связи с эффективностью дорожных камер сеть их расширяется. Уже сейчас в городе и области функционируют 18 средств фиксации, 14 из которых работают в областном центре. На территории города комплексы расположены на следующих улицах. Улица Зубковый, Новоселов, Ситниковская, Бирюзово, Первомайский проспект, Куйбышевское шоссе, Ряжское шоссе, Московское и Михайловское шоссе, Северный обход. В планах настроить камеры не только на фиксацию нарушений скоростного режима, но и чтобы видеть проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, выезд на полосу встречного движения. Такие камеры фиксируют автомобиль как в ночное, так и в дневное время суток, за 20 метров до его приближения. Поэтому единственный способ не попасться в объектив – это не нарушать правила дорожного движения и соблюдать скоростной режим. 11 сентября в России отмечают два противоречивых праздника – День трезвостей и День граненого стакана. В 1911 году группа петербургских общественных деятелей основала Всероссийский трудовой союз «Христиан-трезвенников». Девизом союза стали слова «В трезвости – счастье народа». Праздник с забавным названием «День граненого стакана» существует на самом деле, а не только в шутках над любителями выпить. И хотя история данной стеклянной посуды насчитывает уже несколько веков, днем рождения считается 11 сентября. Как свидетельствует история, именно в этот день, в 1943 году, на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый советский граненый стакан. Дизайн граненого стакана советского образца приписывают Вере Мухиной, автору монументальной композиции «Рабочая колхозница». Впрочем, документального подтверждения этому нет. По некоторым сведениям, Вера Игнатьевна разработала форму стакана специально для советского общепита. Мухинский стакан получился не только весьма прочным, но и удобным для мытья в посудомоечных машинах. В силу этого, советский стакан на долгие годы прописался в столовых, на железнодорожном транспорте, а еще использовался в уличных автоматах по продаже газированных напитков. А в 50-е годы в СССР было поверье, что те, кто пьет из граненого стакана, никогда не будет испытывать недостатка в водке. Также бывало поверье о том, что после застолья с гранеными стаканами меньше похмелья. Конечно, пить или не пить – личное дело каждого. А вот многие жители нашего города, как ни странно, уверили, что граненых стаканов среди посуды давно не держат. Зато некоторые поделились информацией о том, как еще можно использовать этот стеклянный атрибут. Здравствуйте! А скажите, пожалуйста, а у вас дома есть граненые стаканы? Вы знаете, нет. Вообще ни одного? Ни одного. А почему, как вы думаете? Вышли из моды? Не знаю. Но я не покупала. А вот сегодня отмечается день граненого стакана. Такой замечательный праздник. А вот будете отмечать как-нибудь? Вы знаете, я даже не знала, что сегодня это праздник. Я думаю, отмечу. Скажите, пожалуйста, у вас дома есть граненые стаканы? Нет. Вообще ни одного? Нет, ни одного. А почему? Вы там пельнение пите, некоторые, да, там вот... Нет, нету, к сожалению. А отмечать будете? Пока не знаю. Конечно. А скажите, пожалуйста, у вас в доме есть граненые стаканы? Есть. А вот как вы их используете? Помимо того, что вот из них пить можно, что еще с ними можно делать? Ну, я не знаю, не могу представить. Нужно бывает, я пользуюсь ими. Смотрите, скажите, пожалуйста, а вот у вас есть дома граненые стаканы? Сегодня просто отмечается праздник, день граненого стакана. Дома у вас только радость есть? Нет. Вообще ни одного стакана? Нет, стакан есть, но таких нету. Вопрос. Нету. А почему? А зачем они мне нужны? Ну, мне просто не нужны они, поэтому у меня нет. У вас дома есть граненые стаканы? Есть. А что вы ими делаете? Ой, что же я делаю? Да иногда что-нибудь посмотрю. Мне надо вот мерить в нем сколько грамм. Там примерно у меня есть это, ободочек такой. Я знаю, тут до 150, а там до 200. Ты считаете, что нужная вещь хозяйства? Нужен. А они много чай пьют. Он только приходит и пьет только из этого стакана. Ему нравится. Ему это очень нравится. В общем, можно и отметить праздник, отдав дань практически раритетному произведению стекольной промышленности. А еще сегодня можно отпраздновать День трезвости, который также отмечается 11 сентября. Так что вперед! Замещать полезное с приятным сок, ну или на крайний случай газировка, самое оно. На этом наш выпуск завершается. Мы желаем вам хороших выходных. До свидания. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. Сорок 20 40. Редактор субтитров А.Семкин